Я художник, я могу все, но изображаю только самое главное. Арон Зимштейн. Россиха Ахмед Талиев, Теплый ветер. Музей Соломинского. Здесь тоже новая выставка. Теплый ветер у Фани. Это необычное водительное место от Скифа-Сарматской эпохи нашей Льви. Давайте все посмотрим. Любопытное. Вдохновение по-французски. Прикол. А вот эта картина «Летний ветер». Рано утром. Художница из Уфы. Представила свои работы. Да, они впечатляют. Лето в облаках. Всадник сегодняшнего дня. Два всадника. Скифа-Сарматская эпохи. Вы не думали, что вы мой. По сути, в этот момент, да, у меня это рождение, я могу понимать каждое разное. Я бы не знал, что это было с обратной стороны. Это жевелись. Просто бывало такое, что у меня работа с обратной стороны больше нравилась, чем с лицевой. Меня как-то вело в абстракцию, и часто фигуративные вещи мне тогда как-то отходили. Я увидел, что сзади есть эти рейки, это горизонтально, вертикально, которые тряпка, по сути, вот эта холст, не вернется, и там еще какие-то подтеки, а можно туда поделить, и подлигнуть этот холст раз, когда она сажилась. Мне тоже нравится, потому что это послужило таким примером и все одно из строителей и реализовывает холст, как таково. Ясно Константин Байдаков из Северодвинска дает такой проект о Черном квадрате. В начале XX века в России автоакциация родилась с превословленным художеством влияния символизма, о проекту, встречающих пространство. Он, конечно, вдохновлен творчеством абстракционистов, поэтому здесь такая оригинальная выставка. Экспозиция «Теплый ветер» первой в Петербурге выставка художников открывает иную грань уфимской школы, не коммерциальную, не цартовскую, а живописную, пластическую. Это очень важно, потому что люди и современники церкви прекрасно понимают. И это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова